Во всех своих боях Сергей Харитонов отличался стремлением к обмену жесткими ударами и всегда старался завершить поединок нокаутом. При этом, как мы уже говорили ранее, он испытывал свои силы не только на ряне смешанных единоборств, но и на боксерском ринге, а также в турнирах по правилам Кайван. В мае 2014 года он принял участие в гран-при тяжеловеса промоушена Глори и в первом бою нарвался на опытного ударника Андерсона Сильву. После тяжелого поединка судьи отдали победу бразильскому бойцу. И да, этого тяжеловеса зовут Андерсон Сильва. Надеюсь, что вы просите нам небольшой кликбейт за главной фотографии к данному видео. Трудные времена требуют креативных решений. Спустя несколько месяцев после первого поединка в Москве проходил турнир W5, где россиянина ожидал реванш со старым знакомым. На счету бразильца было около сотни профессиональных поединков по правилам кикбоксинга и Кайван, в то время как Сергей мог похвастаться лишь десятком подобных боев. Однако он был нацелен взять реванш угрозного противника. Дорогие друзья, мы рады, что наши видео пользуются такой популярностью, а вы даете нам обратную связь, и все вместе мы делаем наш канал еще интереснее. За прошедший год благодаря вашей активности собралась отличная большая группа подписчиков. И поверьте, каждый из вас и ваше мнение нам очень ценны. Но все же, очень много зрителей продолжают смотреть наши видео без подписки, а значит могут пропустить немало интересного контента. Поэтому перед дальнейшим просмотром не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые бои из мира смешанных единоборств. Я даже в микс-файте всегда придерживался ударной техники, поэтому я настроен дальше выступать и не останавливаться и так далее. Я вот обратил внимание, как они начинают. Во время представления Сергей настраивается, стоит в своей привычной манере. Андерсон достаточно налегке двигается, и не даром Сергей выделяет именно то, что я самый быстрый в этом дивизионе. Сегодня посмотрим скорость, сила, функционал. Это, наверное, самые главные вопросы в этом поединке. Ну и да, и обратив внимание как раз на интервью, которое дали спортсмены в этом ролике перед поединком, где вот Сергей Хритонов рассказывал, как проходил поединок. Ему удобнее работать именно с Сильвой на средней и на короткой дистанции, в то время как Сильва предпочитает более дальнюю дистанцию. И как раз вот тот, кто сумеет навязать свой сценарий сейчас, тот и получит преимущество уже с самого начала. Сергей действительно очень хорош в своей манере, работать на ближней дистанции. У него очень сильные апперкоты, он хорошо переключается со среднего уровня на верхний этаж. Но Сильва опасен, он может на отходе ударить ногой в голову и действительно непредсказуем и быстрый. Особенно в первых раундах Сильва всегда держит высокий темп. Но я думаю, что видимо в углу их штаб с тренером они вынуждены менять тактику, поскольку формат поединка пять раундов и это удобнее для Сергея. Вот, что может показать Сильва. За пять раундов мы сегодня с вами увидим. Хотя во время пресс-конференции Андерсон говорит, ну я, говорит, не думаю, что мы дойдем до пяти раундов. Я думаю, мы уложимся в три. Но, возможно, он это накаркал про себя. Мы, конечно, сейчас будем следить за поединком. Вообще, переход этой схватки в дальние раунды, в поздние раунды, как раз большинство специалистов говорят, что невыгодно именно Сильва. Да, невыгодно Сильва, действительно. Если еще и Сергей не будет затягивать по корпусу, собьет его дыханием в первых двух раундах, то тогда ему будет еще намного легче. Вот так. Ну, Сергей мы видим, Сергей нацелился на верхний уровень. Все, вот ему хочется в полной мере реванш, чтобы не оставлять никаких сомнений и не полагаться на судейские решения. Вот он нацелен, видимо, досрочно завершит этот бой. И только вот на верхний уровень идет. Но пока что такое... Видите, как хорошо Андерсон уходит от одиночных ударов. Очень хорошо. Для тяжеловеса такое движение всегда вот хорошо воспринимается, публика, и действительно приятно смотреть. Вообще на больших ребят приятно смотреть в уинге, да? Да, такая воплощенная мощь. Звуки, сами звуки, да, отдают такой энергией. И мощь, сама мощь с ринга, которая идет, даже просто их передвижение по рингу, уже, конечно, сразу понятно, что... Да, для обычного человека. Вот, кстати, уважаемые телезрители, одно дело это смотреть бой по телевизору. Да, действительно, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны необходимо разнообразить эту технику. Вот мы видели сегодня, как Энрику Гагохи и до этого Михаил Тютерев. Очень эффективна именно работа по разным этажам. По корпусу наносить болезненный удар и заставлять соперника опускать руки и затем уже отрабатывать по верхнему этажу. Ну, вот если вернуться к бою Гагохи, все переживали за его функционал. Знают, что он очень быстрый и сильный боец на короткой дистанции. Но вот мы сегодня с вами увидели, это был великолепный бой на высоком темпе. И я очень рад за клуб номер один. И, видимо, за их систему подготовки, из бойца, что действительно на высоком уровне все происходило. И мы видели этот поединок. Да, на высочайшей скорости все три раунда. Класс. Да, и переиграл в чистую очень серьезного голландца. Посмотрите, какой опасный удар Бразилий делает. Да, замах снизу и с поворотом на верх. Хай-дик. Но Сергей заметил, вот хорошо, что Сергей держит руки прижаты. Высоко достаточно. В основном многие удары попадают в защиту. Что еще настораживает, что Сергей во время атаки приседает. Приседает и идет в обмен. Не смещается. Андерсон хорошо двигается. И пока Сергей не удается прицелиться. Да, ну и будем справедливы. Пока что попадает больше Бразилийц. В движении также он выглядит лучше. Будем надеяться, что Сергей удастся несколько таких точных тяжелых попаданий осуществить, чтобы прыть и поубавилось усилий. Ну вот, заметьте, Сергей, я думаю, это определенная тактика. Сергей немного жертвует ногами, пропускает лоу-кики, дает зайти в ближний бой и там навязывает свою манеру. И вот несколько уже эпизодов было таких тревожных для угла силы, что Сергей все-таки затягивает его в свою игру, работу на ближней дистанции, где Сергей очень опасен. Это апперкот. Мне очень нравится его апперкот в исполнении Сергея. Прямо в разрез, очень четко, коротко. Вот это его дистанция. Да, вот такая серия достаточно внушительная в исполнении Сергея. Андерсон стоит. Ой, молодцы какие. И в размен пошли спортсмены сейчас. Двойка. Мне кажется, Сергей сейчас в кураже в таком, ему прям вот видно. И потрясет, потрясет Сильва. Зря Сильва ушел в угол. И у канатов там преимущество Сергея очевидное. И идти в обмен с Сергеем это, конечно, не тратик. Все. Идти в обмен с Сергеем. Идти в обмен с Сергеем. Президент мировой серии W5 Сергей Чепинога, который сейчас в качестве комментатора работал у нас на позиции, идет для того, чтобы поучаствовать в награждении чемпиона мира в абсолютно весовой категории по версии W5 Сергей Харитонов. Забирает этот пояс. И вот как раз сейчас Денис Сиденко общается с Сергеем. И, собственно, вот так досконально разъясняет ситуацию, почему Сильва... Почему бой был остановлен и Андерсону Сильве было засчитано поражение. Довольно победители. Встретится Протиславль. К нам на позицию вновь подошел Вадим Украинцев, вице-президент Федерации кикбоксинга России. И снова здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, здравствуйте. А как вам поединок? Ну, такое, знаете, двойное чувство. Серегу хочется поздравить. Молодец, красавчик. Был такой сначала в начале боя зажатый весь, но молодец. Но единственное, можно было чуть-чуть не согласиться, конечно. Все-таки надо было этому бою дать побольше боя. Не надо было так. Ну, хотя стал вставать, что-то начал. Не то подскользнулся, не то правда не мог был встать. Вот, может быть, и правильно Денис принял решение, не дал ему дальше боксировать, ввиду того, что тот, вставая, все-таки болтался. Ну, в любом случае, решение принято. Кажетники, поздравляю, молодец с реваншем. Да, 1-1. И теперь, возможно, третья страница нас ждет этого противостояния. Так, Сергей Харитонов, чемпион мира W5 в абсолютной весовой категории. Девушки отдыхают. Друзья, добрый вечер. Хочу сказать всем спасибо за поддержку. Спасибо моим родителям. Спасибо Дмитрию Иванову, Сергею Чемпионову, потому что организовали такой замечательный турнир и предоставили мне возможность здесь, в России, провести матч-реванш с Андерсом Брэдзаком Сильва. Я очень уважаю этого бойца. Первый поединок я проиграл ему. Но я собрался, работал все пять месяцев после поединка. И верил в себя. Верили все мои друзья. Здесь находится в зале Эдуард Филберг, мой близкий друг, с кем мы проводили последние две недели до поединка. Спасибо всем, друзья. Россия номер один. Ура!